Добрый день, я председатель ОСББ Радостная 21, Щербатый Григорий Павлович, Радостная 21, город Черноморск. Сегодня мы находимся возле областной военной администрации, вместе со мной инициативная группа в составе 8 человек. Цель нашего визита, мы привезли письмо главе областной военной администрации, киперу Олегу Александровичу. Хотим его вручить лично, чтобы нам зарегистрировали его максимально быстро и приняли меры. Суть этого письма изложена на шести страницах. В этом письме изложена суть, значит, роль ОЕК, я извиняюсь, ДТЭК и управляющей компанией Монолит Сервис. Ну, также упоминается застройщик Монолит. С этим письмом дополнительные документы мы прикладываем к этому. Значит, первый вопрос – это получение прямого договора с ДТЭКом на наше ОСМД. Нам препятствует по беспределу, цинично, нагло управляющая компания Монолит Сервис. Это самый главный вопрос и основной. В результате всех этих событий, которые происходят на протяжении 8 месяцев, выяснилось, что трансформаторные подстанции, самовол, то есть незаконное строение. Возникает вопрос, как на незаконное строение ДТЭК подает электроэнергию. Мы вскрыли некоторые моменты, где увидели, что Монолит Сервис злоупотребляет и перепродает электроэнергию, чего он категорически не имеет делать. У него нет такого права юридически и законно. Это какие-то шахрайские схемы. Однозначно понятно, если нет законного строения, неузаконена трансформаторная подстанция, которая является незаконным строением, но почему-то считает, что принадлежит Монолит Сервису, хотя правоустанавливающих документов у них до сих пор нет. Нас обвиняют в рейдерском каком-то захвате, ну просто чушь какая-то, какой рейдерский захват. Чего? Какого объекта, которого не существует до юры? И кому он принадлежит? Поэтому нам препятствуют всячески. И нас уже по кругу, как говорится, уже суть здесь изложена. Я еще раз повторяю о роли ДТЭКа. То есть нас просто начинают по кругу, как говорится. Потому что мы неудобные подняли все эти темы. Второй вопрос. Это уже ко всем властям всех уровней, чтобы все это как бы обратили на это внимание. Что происходит роль Монолит Сервиса? Очень интересная ситуация складывается. Значит, начну немножко, как говорится, издалека. Когда-то, ну, хозяин назовем его, там главный бенефицар Тельпис Афанасий Васильевич, он просто заявил, я складываю у себя все полномочия, все бросаю и уезжаю. Бросил четыре дома недостроенных. Сейчас точно такая ситуация. То есть управляющая компания, это дочка застройщика Монолита, бодевельной фирмы. Значит, когда началась война, директор, который числится как директор в реестре, исчез куда-то на четыре месяца. В этом году он в январе месяце уехал. Нас не интересует вопрос, законно, незаконно, призывное, непризывное, как он там снялся, как он пересек, все остальное. То есть, де-факто, никто этим предприятием не управляет. То есть, люди находятся за границей, дергают за ниточки, скажем так, дергают за ниточки, за всякие рычаги, только чтобы не дать нам спокойно жить, потому что это противостояние продолжается уже около двух лет. А вообще, девятый микрорайон в городе Черноморске, проблемы идут с 2015 года. Противостояние управляющей компанией Монолитсервис с ОСББ, которые были созданы. Они существуют до Юры. Радужный 2, Мрия, наши ОСНД и так далее. То есть, они самоустранились, находятся за границей, фактически ничем не управляют. Но, тем не менее, зарплату получают. У меня интересный вопрос возникает. Как происходит управление? Кто управляет Монолитсервисом? Если директор управляющей компании Монолитсервис в начале войны отсутствовал 4 месяца, а в этом году, в январе он выехал, и по сей день его нет. То есть, больше 6 месяцев. Кто управляет? То есть, он находится там. Некие какие-то там теневые лица, в тени, которые находятся, дергают за какие-то ниточки, рычаги. Препятствуют нам в получении прямого договора. Вот. Дальше. Тем не менее, деньги, наверное, зарплату они свою получают, официальные лица, я имею в виду. Скорее всего, получают. Но на рабочем месте они отсутствуют, свои обязанности, функционал они не выполняют. Очень интересная ситуация складывается. Также и местные органы самоуправления. Они как бы, ну, очень как-то к этому относятся, так, спустя рукава, закрыв глаза и все остальное. То есть, типа, как бы, проблемы нету. Она есть, но проблемы нет. Правоохранительные органы, полиция, не выполняют решение суда, которое вынес суд, который запрещает отключать дом, трансформаторные подстанции, электроэнергии. Полиция даже по суду отказывается выполнять решение суда. Не правда? Очень интересная ситуация. Так вот, они поставили на карту и во главе всего войну своего предприятия, СОСМД «Радостная-21». Вместо того, чтобы заниматься и вести хозяйственную деятельность, я уже говорил, как они могут вести, когда они находятся за границей. Во-первых, они должны жить там у себя в офисе, я считаю, круглосуточно, потому что долгу за должность населения, перед ними население не платит, очень огромное, несколько миллионов. Им нужно ходить по квартирам, просить, упрашивать, договариваться, чтобы люди платили. Более того, у них находится в судах по ОЕКу 2 миллиона, даже больше 2 миллионов. По загазу у них находится 5,5 миллионов. Значит, второй вопрос очень серьезный. Почему? Есть такое, сани готовь летом, телегу зимой. Три месяца уже межотопительного сезона прошло, уже четвертый месяц. Что будет делать девятый микрорайон с отоплением, когда загаз 5,5 миллионов? Закрывать и перекрывать им нечем. Что мы будем делать? Я на это обращаю внимание властей всех уровней, начиная от местных властей Черноморской и выше. Что будут делать жители девятого микрорайона, если нам не дадут газ? Договор у них расторгнут с нафтогазом. Долги, еще раз повторяю, 5,5 миллионов. Как мы будем входить в отопительный сезон? Ну и третий вопрос, потому что нас обвиняют в том, что мы там рейдерским способом завладели трансформаторной подстанцией. Но я повторяю еще раз. Она не является собственностью монолит-сервиса и застройщика. Такого строения нет. Юридически никаких подтверждающих документов нет. Мы всего лишь жители Радостная 21 обеспечиваем в жизни обеспечение своего дома и прилегающих, и те дома, которые запитаны от этой трансформатора. Мы обеспечиваем, а не они. Значит, все обращения в полицию. И полиция знает, кто отключал свет 26-27 апреля, 23-24 мая. И самый большой период был 57 часов 22-24 июня. Вот столько у нас накопилось вопросов. Но самый главный вопрос, это у нас получить прямой договор. К чему они препятствуют по закону, не имеют права. В законе четко прописано, мы здесь указали. Там черно-по-белому написано и выделено, что они не имеют права препятствовать. Что касается того, что мы должны выполнить, мы все это уже выполнили. Но нас уже опять в очередной раз по кругу. Вот такая у нас проблема. Я простая человек. Мне 60 лет будет завтра. И я хочу сказать, что никто в нашем городе не хочет заботиться про наших людей. Про простых людей, таких, как я. Потому что мы обратимся, обратимся в нашу мерию, обратимся в нашу військовую администрацию. Мы обратились в Одессу администрацию, писали до Киева, писали в Генеральную прокуратуру. Кругом пишем. И никто не хочет нам ничего не отвечать. Мы ответили, что мы отправили до низу, до монолита и до мерии, чтобы там разобрались. Но никто не хочет разбираться. Мы простые люди. Мы светло отключается, жарко. Дети маленькие. У нас есть люди, которые после операции, им нужно, вы понимаете, харчувание каждые 2 часа. И мне соромно за тех людей, которые нам включают просто так светло. Только за то, что они соби считают, что какие-то разборки есть. Да какие разборки мы простые люди. Просто прошу, верниться до нас и найдите правильное решение. Дякую. Значит, письмо губернатору, где все четко расписано, указано, про роль ДТК, монолит сервиса, мы подали в канцелярию. Значит, письмо у нас зарегистрировали. Завтра мы будем знать, на кого расписано. И если что, я буду звонить приемного губернатора и требовать все это ускорить. Потому что счет у нас идет не на дни, а на часы. Все, письмо завезли, зарегистрировали. Всем спасибо, всем пока.